Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня завершается аттестация слушателей Красного университета девятого уже потока. В следующем году будет 10 лет, как работает Красный университет. Ну и по тому, что товарищи написали, как они отвечали на поставленные вопросы, можно сделать вывод о том, что, конечно, год от года уровень растет. Уровень растет, и нам, при том, что мы стараемся не снижать уровень требований, когда являем высокие и не ставим в завышенных оценок, приходится ставить хорошие, очень хорошие оценки, отличные. По той простой причине, что слушатели Красного университета, во-первых, четко и ясно пишут, во-вторых, они уже усвоили чеканные формулировки, которые есть в великих произведениях. И, говоря своими словами, тем не менее, они придерживаются того, что является достижением науки. Поэтому, позвольте мне приступить к тому, чтобы огласить результаты проверки работ и провести по этим работам по порядку. Это я буду делать в первой части, до перерыва, после перерыва, Кирилл Валерьевич Ирков. Здравствуйте, товарищ. Перерыв будет короткий у нас совсем, потому что мы просто меняемся. Товарищ Калентьев, Иван Сергеевич, из Словакии. Написано, Словакия, деревня Влуканово. Первый вопрос, который у него по философии. Определение и понятие. Понятие, как снятие сущность. Вот он четко говорит о том, что определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто, находящееся существенно в единстве с другым моментом последнего, с в нем бытием, может быть названо его определением. Поскольку различает это слово в точном его значении от определенности вообще. Так, это правильно. То есть четко и ясно говорит, что такое определение. А понятие – это снятая сущность. Имеется бытие, имеется его отрицание в сущности, есть отрицание сущности и возвращение к бытию. Возвращение к бытию, обогащенное вот этим всем движением. Понятие в своей объективности – сам сущий в себе и для себя предмет. Своим необходимым дальнейшим определением формальное понятие обращает само себя в предмет, и тем самым утрачивает характер субъективного и внешнего отношения к последнему. Или обратно объективность оказывается выступившим из своей внутренности и перешедшим на личное бытие реальным понятием. Ну, я думаю, что здесь надо было, конечно, если речь идет уже о понятии, говорить своими словами, поскольку мы знаем, что Гегель – идеалист. И тем не менее, как идеалист, тем не менее, он выразил, собственно, процесс и познания, и преобразования мира. В соответствующих терминах есть идея познания, а есть идея добра. Так, в политической экономии. Обоснуйте положение о том, что империализм есть канун социалистической революции. Ну, вот указывает на то, что по своей экономической сущности империализм есть монополистический капитализм. Вот есть, конечно, некоторые недостатки. Монополия выросла из банков. Это неверно. Монополия не выросла из банков. Монополия выросла из процесса концентрации и централизации производства, который идет при капитализме. Он сужает, так сказать, сферу рынка и расширяет сферу производства. Производство построено в фабрике. А начало в кооперации. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц полномерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Поэтому оно не из банков. Они превратились из скромных посредничных предприятий, монополистов, финансового капитала. Ну, это правильно. А вот финансовый капитал как раз построен так, что банковский капитал руководит промышленным. И вот тут есть момент, который у меня вызывает некоторые сомнения. Обострение противоречия является самой могучей удивительной силой переходного исторического периода, который начался со времени окончательной победы всемирного финансового капитала. Это что, как понять окончательную победу всемирного финансового капитала? Что социализма не будет, коммунизма не будет. Победа его окончательная. Как-то так нельзя формулировать. Окончательной победы. Как Хрущев неправильно формулировал на 22-м съезде, что вот мы победили полностью окончательного. Окончательного не бывает даже, когда речь идет о прогрессивном строе. А тут о каком прогрессивном строе может уйти речь? Приходится характеризовать империализм как переходный, или вернее умирающий капитализм. Умирающий – это умирающий, а переходным нельзя его характеризовать, потому что переходный период начинается после установления диктатуры пролетариата. Поэтому никаким он переходным не является. Или, если употреблять бегелевскую философию, это переход со снятием перехода. Он переходит и остается все время тем же самым. Государственный монополитический капитализм при действительно революционно-демократическом государстве неминуемо неизбежный шаг и шаги к социализму. Что вы понимаете под революционно-демократическим государством? Что это за революционно-демократическое государство? Лично мне это неизвестно. Если это государство диктатуры пролетариата, то оно не просто революционно-демократическое, Оно, во-первых, революционное, а во-вторых, оно государство пролетарской демократии. И с ним все ясно, не таким неопределенным словом оно выражается. А вот дальше, наконец, после этих экскурсов в непонятную революционную демократию, которая есть шаг к социализму, как будто бы после монополистического капитализма будет некая революционная демократия, как шаг к социализму, один, два шага, один пока. А вот к социализму, как говорится дальше, есть не что иное, как ближайший шаг вперед от государственной капиталистической монополии. В социализме не что иное, как государственная капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа, и постольку переставшая быть капиталистической монополией. Но этот шаг вперед нельзя сделать без социалистической революции. И дальше написано правильно, а то я хотел уже, так сказать, понижать, но вышел, товарищ, на правильную дорогу, что старая, то есть буржуазная демократия и парламентаризм, это третий вопрос, советы и проблемы отмирания государства, были организованы так, что именно массы трудящихся всего более были отчуждены от аппарата управления, а советская власть, то есть диктатура предприятия, напротив, построена так, чтобы сблизить массы трудящихся, с аппаратом управления. Ну, я поставил отлично, но с минусом. Заварен Максим Анатольевич, теоретическая и практическая идея, абсолютная идея. Он правильно говорит, единство теоретической идеи и практической идеи, или единство идеи истинной идеи добра, есть абсолютная идея. Основные признаки империализма он рассматривает во втором вопросе, и здесь говорит о том, что монополию развивается в сфере обращения, в частности в банках. Как что, значит, монополия развивается в банках? Это непонятно. В банках монополия не развивается. Монополия развивается, во-первых, сами по себе, во-вторых, при посредствии банков, а потом под руководством банков, когда сформируется, когда формируется финансовый капитал. В третьем вопросе «Советская власть как гарнизационная форма диктатуры пролетариата» товарищ Заварен подчеркивает, что высокий демократизм диктатуры пролетариата обеспечивается устройством советской власти, при котором избирательная единица и основной ячейкой государства становятся не территориальный округ, а производственная единица, завод, фабрика. Можно поставить «отлично», я поставил «отлично». Кузин Игорь Юрьевич, Москва. Вот он рассматривает определение, понятие, всеобщее понятие и три момента – всеобщность, особенность, единичность. Капиталистическое производство. Капиталистическим производством называется такой общественный способ производства, при котором процесс производства подчинен капиталу, то есть который основывается на отношении между капиталом и наемным трудом. А что это такое наемный труд? Вы можете труд нанять? Я не знаю, как его нанять. Нанять можно работника и тем самым получить, купить его способность к труду. И вот отношение будет между не вообще капиталом, а капиталистом, как воплощением капитала, и рабочими, как продавцами своей рабочей силы. И дальше. Вот когда форма государственного устройства, происходение государства, значит, что есть? Монархия есть, республика есть, парламентская или президентская, а фашистского государства нет. А что не было фашизма? Ну как так вот можно обойти такие формы, форма государственного устройства, как фашистское государство? Поэтому вот, я хотел поставить отлично, но не могу. Хорошо. Даровской, Алексей Михайлович, город Самара. Явление и сущность. Явление-свидетельство наличия закона. Свидетельство наличия закона. Что это такое за свидетельство? Где выдают такие свидетельства? Куда надо идти за этими свидетельствами? Казалось бы, уж так у Гегеля просто написано явление. Это явление закона. Зачем это вот лишние слова, свидетельство закона? Есть закон, как спокойное явление, есть явление, как явление этого закона и все. Так, вот в ответе на второй вопрос, дайте определение патриаристического производства и понятие стоимости. Та же самая штука. Общественный способ производства материальных благ, капиталистического производства, основанный на частной собственности, на средства производства и эксплуатации наемного труда. То есть людей не эксплуатируют, эксплуатируют труд. Ну и пусть его эксплуатируют, нам-то что? Лишь бы нас не эксплуатировали. А у вас, так сказать, вы увозите в сторону вопрос. Кто будет бороться против этой эксплуатации? Пусть наемный труд и борется. А рабочим не надо. У Маркса работа была наемный труд и капитал. У Маркса после этой работы был капитал. Я думаю, что мы будем неправильно действовать, если мы будем от самого развитого и высокого произведения двигаться назад, вспять. И у Энгельса можно еще найти, скажем, стоимость. Она соотносится с потребительной стоимостью. Когда еще не радио это было, это все не развернуто. Почему не эксплуатация рабочих, продающих свою рабочую силу? Непонятно мне. Что вы имеете в виду? Почему вы уклоняетесь от точной постановки вопроса? Так. В последнем вопросе. Вопросы исторические типы государства. Вот говорится, что социалистическое государство есть государство, диктатуру, пролетариат. Это правильно. В котором обучисляются средства производства и имеют своим назначением уничтожение, эксплуатацию человека человека и построение коммунистического общества. Это неправильно. Но социализм это и же есть коммунизм. Первая фаза. Зачем его строить? А нужно строить полное коммунистическое общество. А еще правильнее будет убрать эту всю строительную технологию и понятие строительное. Строить, перестроить. Сначала строить, потом перестраивать, потом обнаруживать, что вообще этого нет. Того, что перестраивали. Поэтому речь идет о развитии социализма, полной коммунизма и борьбе за это развитие. Борьба идет через борьбу противоположностей. То есть не надо отходить от диалекции. Мы изучали не только отдельно разные предметы, а в единстве все три составные части и источники марксизма. Так, ну, оценка хорошо. Шишков, Олег Николаевич. Материалистическое понимание истории. Да, тут все правильно написано. История общества – это история классовой борьбы, смена общественно-экономических формаций. Основные признаки империализма. Концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой степени развития, что она создала монополия, играющая решающую роль в хозяйственной жизни. Слияние банковского капитала с промышленными, создание на базе этого финансового капитала финансовой олигархии. Почему на базе финансового капитала финансовый олигарх создается? Ну, как может быть финансовый капитал базой? Финансовый капитал получается в результате того, что банки подчинили себе основу как раз производства. Основу подчинили, но они стали основой. Они отверхушкой стали этого айсберга, вовсе не его основанием. Никогда финансы или банки не могут стать основанием вообще какого-то производства. А вот руководить производством могут. И вот такие банки, которые срослись с промышленностью и, пользуясь своими возможностями банковскими, тем, что они имеют всю информацию о движении капитала, и, так сказать, внутреннюю и внешнюю, то они могут над ним господствовать. Тогда это будет финансовый капитал. Конец территориального раздела земли крупнейшим капиталистическим державным. Ну, почему конец? Откуда взялся конец? Вместо того, чтобы написать, что территориальный размер раздел мира и борьба за его передел. Никакого конца нет. Все время идут войны и все время делят монополии мир. Постоянно. Или крупные войны большие, или не такие крупные. Теперь говорится о «назновите основные виды социалистических учений». И вот есть феодальный социализм, мелкобуржуазный, критический, утопический. А почему? А научный социализм вы не хотите назвать? Он не является видом социалистических учений? Или вы только те называете, которые были в тот момент, когда Марк и Энгерс написали «Коммунистический манифест». Между прочим, с того момента, как они его написали, уже появилось социалистическое учение, научный социализм. Тем самым. Оценка хорошо. Снегирев Сергей Васильевич. Город Пролетарск. Теоретическое вы или не проверяете, или делаете ошибки такие грамматические. Это нехорошо. Это не теории, а теоретическая и практическая идея, абсолютная идея. Абсолютная идея есть единство теоретической, идея и познания мира, идея и практическая. Правильно. Товар. Вещь, которую можно купить или продать. Ну, неправильно. Определение надо давать простое. А кукля и продажа – это более сложные понятия. Вам обязательно его продавать, а нельзя? Если он производится для обмена, этого вполне достаточно. Вполне достаточно для того, чтобы этот самый товар был товаром. Товар есть продукт, производимый для обмена. А кукля и продажа – это более сложное дело. Зачем? Не надо усложнять. Что такое научный социализм? Научный социализм – теория, которая опирается на открытие, сделанное в философии и общественно-экономических отношениях. Открытие в отношениях. Философия – это наука, а общественно-экономические отношения – это уже практика. Так открытия где делаются? В науке. Поэтому они в теории, в политэкономии, наверное. А не в общественно-экономических отношениях. Социализм без выражения производительных сил на их более высоком уровне по сравнению с капиталистическими производительными силами. Нет производственных сил, про которые вы пишете. Нет такого понятия «производственные силы». Нигде его нет. Ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина вы такого не найдете. Оценка – хорошо. Так, Павлов, Алексей Владимирович, Хювашия, Гурнарский район, деревня Тувалькино. Все тут замечательно. Примеры понятий приведены. Дано определение производства. Очень приятно так и написано правильно. Капиталистический способ производства – это товарное производство на той стадии производства, когда и рабочая сила становится товаром. Стоимость – это труд, воплощенный в товаре. Так. И вот, когда перечисляются виды социалистических учений, то вот идут три пункта тех, которые назвал предыдущий товарик, а потом четвертый – научный социализм, который базируется на классовой теории идеалистического метода и историческом материализме. Отлично. Степанов Денис Романович. То есть, то различие и противоречие. Противоречие – это когда? Ну, как это можно когда? Когда – это время. Весна, осень, зима, лето, утро, день. Противоречие – это никогда. Когда одна и другая сторона находятся в единстве, а что в другое время они не находятся в единстве, что ли, если это противоречие. Если эта сторона противоречит. А другая первая – они в борьбе. Противоречие – это единство и борьба противоположностей. Вдруг вы там нагородили сначала, а потом привели правильные слова. Это достаточно, не надо делать. Кто такой? Вот как скульптор работает? Он берет глыбу гранитную и откалывает от нее все лишнее. А вы, наоборот, берете скульптуру и прилепляете к ней то, что нужно как раз от нее отколоть. Определение класса, основные классы. Определение класса правильное. Исторические типы государства. Хорошо написано, что социалистическое государство, где уже нет антимистических классов, и в этом социалистическое государство выступает как полугосударство. В социализме есть уничтожение классов. Нужно еще преодолеть различие между городом и деревней, людьми, физическую, людьми, умственную труда. Это дело очень долгое. Отлично. Степанов Денис Романович. Ребезов Ярослав Максимович. Так, вот у него сущность, как снятая бытие. Сущность представляет собой определенную, главе которого быть, почему бытие у вас построено. Так можно и дальше делать потом. Вместо бытие поставить битье. Бытие. И не бытие. У вас и нет бытия. Но бытие два раза написано. Откуда вы взяли такое? А дальше потом правильно. Сущность, если иначе определенная, наличное бытие, существенное. Это только в самом начале. Существенное и несущественное. На самом деле сущность, это отрицание всей сферы бытия. Это неверно понимать, что сущность, это иначе определенное наличное бытие. Это вообще не наличное бытие. Финансовый капитал и финансовый олигарх. Говорится о слиянии или сращивании банков с промышленностью. О том, что это финансовый капитал. Это не просто сращивание под руководством банковского капитала. Это пропускается. Это принципиально важно. У нас вот, например, Газпром имеет банк. Свой карман. Так он под командой этого самого Газпрома, а не Газпром. Под командой этого Газпромбанка. Каковы объективные предпосылки социализма? Имеются ли они в современной России? Вопрос 21. Вот здесь говорится, что в России уже был опыт формирования социализма. Это важно. Это очень важно. Для создания предпосылок к социализму необходимо создание кружков, ячеек общества, агитация масс пролетариата с целью пробуждения его классового самосознания, организация политической партии, как авангарда рабочего класса. При непосредственной помощи партии организация связи между советами путем создания советов на уровне города, области, региона, страны. Организация самозащиты советов, например, народной дружины и последующее установление советской власти при наличии революционной ситуации. Оценка хорошо. Савелий Владимирович Макаров. Примеры понятий. Опять товаром называется продукт, произведенный для продажи. Ну это в развитом виде, а определения должны быть простые, а вовсе не сложные. Продажи. Я буду дальше спрашивать, а что такое продажа? И что такое купли? Это же отдельные совершенно категории. Государство, диктатура экономического класса. Что это такое? Вообще непонятно. Диктатура экономического класса. А что есть классы не экономические? Классы определяются по положению в производстве. По положению в производстве определяются классы. Поэтому говорить, что классы экономические классы, это неверно, потому что это как бы повторение одного и того же. А классы разные. Государство диктатура не экономического класса, а государство диктатура того класса, который является правящим. А если у вас другой класс, то есть тоже экономический, не является правящим, то никакого государства у него нет. Общественный класс, большая группа людей, определяющаяся положением в экономическом производстве. За что, есть политическое производство, что ли? Ну, по слову производство, конечно, употребляют сейчас очень широко, даже производство бумаг. Дело производства. Это производство? Или, говорят, туристическая туриндустрия. Зачем нам промышленность? У нас индустрия есть туристическая. Правильно? Так. Ну, оценка хорошо. Кибец Валерий Григорьевич. Ну, и определение и понятие, понятие, как снятая сущность, знаменитые признаки. Реангелся. Банковский капитал слился с промышленным. Он не просто слился с промышленным. При господстве банковского, вот как-то вы этот момент упускаете. Это очень важно. Иначе нет никакого финансового капитала. А на этой основе появился финансовый капитал, который трансформировался в финансовую олигархию. То есть, важное не сказано, а неважное сказано. Империализм сегодня продолжает находиться в стадии прихождения. Ну, все, ну, как это, можно сказать, что в стадии прихождения. В то же время прихождение содержит в себе становление. Правильно? Единство есть – прихождение и становление. Он хоть и умирающий, но сам не умрет. Поэтому настроение такого рода, я скажу, он в прихождении. Надо подождать немножко, и все, и он придет. И что будет? Ну, умрет капитал. Да он может умереть вместе со всеми, кто есть при капитализме, а социализма так и не будет. Первообытно-общенный строй как прототип государства. Никакой это не прототип государства. Первообытно-общенный строй – это строй общественно-экономический. А государство – совсем другое дело. Вот здесь у вас постоянная путаница общества и государства. Мы до сих пор восхищаемся, сохранившись в новом материальном памятнике искусства эпохи феодализма. И что? А при чем тут государство? Ни при чем. Вместо ответа на исторические типы государства вы начали рассказывать про разные типы общественно-экономических формаций. Капиталистический тип государства – это еще более разный тип в смысле производства материальных благ в обществе. Капиталистическое государство не в смысле производства материальных благ в обществе. Капиталистическое государство – это орудие государства буржуазии. Его появление отрицает феодализм, как тип государства. Феодализм – не тип государства. Это неверно. Общество – не государство. Я вам поставил хорошо, но надо было бы поставить, конечно, удовлетворительно. То есть это какой-то гнилой либерализм. Так, Минеев Александр Родионович, Москва. Понятие, как возвращение к бытию с удержанием сущности. Тут же правильно, с удержанием сущности. Хорошо. Истинное бытие есть сущность. Сущность есть снятое бытие. А понятие бытие, через которое просвечивались сущности. Все правильно написано. Классы, дано определение правильного типа государства, выражает одинаковую классовую сущность, экономическую основу, предопределенную господством данного типа собственности на средства производства. Маркс определял типы государств, существовавших в истории руководительческих, феодальных, буржуазных. Далее в результате социалистической революции возникает государство-диктатура-пролетариата, которое ведет к отмиранию государства и права, ненужных в коммунистическом обществе явлений. Это не точно. Ненужных в коммунистическом обществе на его второй фазе. Как вы так быстренько сдаете государство? А какое государство вы сдаете? Вы знаете какое? Диктатуру пролетариата вы сдаете. Быстренько вы ее старее убрали. Уже таких были, убирали. Мы сейчас и живем при капитализме благодаря этому. Поэтому я вам поставил отлично, но только с условием, что вы на хрущевскую позицию-то не будете вставать. Раз и уже не надо в коммунистическом обществе. Это же коммунистическое общество у нас было социализмом, или не было у нас коммунизма. Я живу при коммунизме. Некоторые уже сейчас, молодые товарищи, уже не жили. Поэтому я еще и практически могу сравнить. Капиталистический способ производства и распределения ведет к постоянному ухудшению положения трудящихся. Вообще это неверно, конечно. Если вы возьмете статистику за много-много лет, вы будете видеть, что с одной стороны он ведет, а с другой стороны капиталистический способ производства, он же и порождает борьбу класса рабочего. И поэтому в итоге положение рабочего класса, если взять динамику за много лет, улучшается. Разве так сейчас живут люди, как описано при капитализме, как описано Энгельсом в работе положения рабочего класса в Англии. Гораздо лучше. И выход из этого положения только один. Социализм и советы. То есть как бы вы пропускаете борьбу при капитализме за улучшение своего положения. А вот если вы не научитесь бороться при капитализме против за улучшение своего положения, вы и советы не сможете создать. Потому что советы создаются в результате забастовочной борьбы. А забастовочная борьба ведется в условиях капитализма. Но я поставил отлично, но сожалею об этом. Так, Клюшенков Андрей Александрович. Определение, определенность, которая есть в себе в простом нечто, и сущность находится в единстве, в другим моментом нечто, в нем написано бытие. В нем бытием. Если вы понимаете, пишите бытием. А если вы просто так формально написали и неправильно списали, то это неопределенность, а качество. Да. Ну, это да. Но это правильно. Качество тоже определенность. Так что тут он мог бы и отбиться, конечно. Ну, вот я минус поставил. Отлично, с минусом. Да, вот у вас, конечно, можно было и больше снять. Потому что вы говорите о какой-то феодальной монархической демократии. Никакой феодальной монархической демократии нет. Нету нету демократии при феодализме. Там элементы демократии есть, бывают в некоторых обществах, как у нас, скажем, было в России, в Новгороде, в Пскове, там такие, так сказать, органы, где обсуждались какие-то вопросы. Ну, наверное, вы понимаете, там не все население участвовало, а как раз там были более богаты. Так, значит, тут пять с минусом. Мещеряков Максим Юрьевич. Сущность, как снятые пути, видимость. Дайте кратко и развернутое определение империализма. Все правильно. Империализм, здесь монополистическая стадия капитализма, а дальше уже развернутое это дело. Научный социализм изучает проблему перехода от классового общества к бесклассовому. Взятие власти рабочим классом и осуществление диктатуры предприятия до полного уничтожения классов. Вот тут четко написано, что диктатура предприятия до полного уничтожения классов. А не так, что вот наступил коммунизм, первая фаза. Все, давайте уберем главное средство и главное орудие. Движение неполного коммунизма к полному. То есть можно сказать, что вот люди, которые не усвоили вот это, поскольку университеты были, а недостаточно красные они были, если университеты, чтобы народ научить тому, как на самом деле это имеет место. Казаков Алексей Александрович. Определение и понятие. Тут вот так, когда он рассказывает о том, как мы выходим из сущности, он пишет, что потом снова выходим из этой глубины с полным удержанием того, что обнаружено в сущности. Во-первых, обнаружено у вас двумя н, это уже не полно, а переполнено. Надо описаться одним. Во-вторых, что значит с полным удержанием? Когда вы полностью все не удержите? Как можно полностью удержать? Почему тут вопрос о количестве полное, неполное удержание? Этим все сказано, что оно в нем есть. А насчет полноты ничего такого? Где вы это взяли у Гегеля? Такого нет. Дайте определение капиталистического производства. Капиталистическое производство, и тире капиталистическое производственное отношение. Неправильно. А что? Они ничего не... Только производственные отношения, а никаких продуктов нету, что ли, при капиталистическом производстве? Процесс производства разве сводится только к производственным терминам? Выбросили вы производительные силы вообще? Как-то так. Нехорошо. Товары что-нибудь не производят? Производство? А дальше пишите. Это процесс присвоения предметов природы в рамках, посредством определенной формы общества. То есть вы пишете правильно, но перед этим сказали неправильно. Надо что делать? Неправильные вещи убирать из своего произведения при редактировании, а правильно оставлять. Основной экономический закон капитализма это закон стоимости. Это правильно. Стоимость это общественные отношения, стоимость есть только у товаров. Тоже правильно. Так. Господствующий класс. Постепенно для того, чтобы меньшинством подавлять соперотивлений большинства создал соответствующую систематическую машину насилия. Вместо того, чтобы написать машину систематического насилия. То есть устанавливается право за что наказывать, как наказывать, система создается. А что такое систематическое машина, я не знаю. Сущные государства. Всякое государство по своей сущности делает диктатуру экономически-госпachtующего класса. Это совершенно неверно, а бывает и наоборот. Вот, например, советское государство было государством, вплоть до построения социализма того класса, который еще экономически не господствовал. Господство потом появилось экономическое, а сначала надо было установить власть. Поэтому по-разному бывает. Как раз то, что относится к советской социалистической революции, вы не усвоили. Оценка хорошо. Хорошо, если будете заниматься, то усвоите. Карпов Виталий Игоревич. Все тут у него хорошо написано. Туристы, различия, противоречия, бедное определение капиталистического производства. Но вот вместо производительных сил, говорится, производственные силы. Я, честно говоря, может еще и потому, что я был в аспирантуре на экономическом факультете, кандидат экономических наук, преподавал в политэкономии. Вот как услышу производственные силы, меня начинают внутренние не содрогать. Где вы взяли такое слово? Нигде не найдете. Мне так и хочется поспорить с кем-нибудь на 100 тысяч рублей. Если он найдет у Маркса Энгельса и Ленина производственные силы, то я ему даю 100 тысяч. А если он не найдет, то наоборот. Но боюсь, что меня обвинят в вымогательстве под видом экзамена. Ну, я поставил отлично. Но вот прошу учесть это замечание. Так, Кравчук Сергей Николаевич, философия, теоретическая и практическая идея, политическая экономия, определение класса и основной класса современного общества. Вот какой-то прорезили их, как иногда бывает, раз, и лишнее вырвали, как морковку. Где роль в общественной организации труда? И тем самым выкинули то, что связано с организацией управления. С разделением людей на тех, кто управляет, и тех, кто подчиняется. Значит, вы, так сказать, перспективу как раз не берете во внимание, перерастание социализма в полный коммунизм. Да, крупной буржуазией способом получения доли общественной богатства является прибыльный капитал. А капитал бывает неприбыльный. Если капитал, то же это самая вырастающая стоимость. Зачем это масло масляное? Чепуха какая-то. Так что, неправильно. Пять с минусом. Надо было, конечно, еще меньше поставить. Товарищ, видно, что старался. Ерошик Александр Александрович. Снова финансовая олигархия без господства банковского капитала. К сожалению, на данный момент в России нет такой политической партии рабочих, за которой шло бы большинство рабочих. А бывает такое, чтобы при капиталистическом строе, при господстве буржуазной идеологии, при господстве буржуазии, при мощи, так сказать, империалистического государства, прямо большинство рабочих пошло бы за партией. А что, большинство рабочих пошло за партией большевиков? Или, так сказать, большинством решался вопрос? При выборах учредительное собрание, при выборах учредительное собрание большевики получили меньше половины. А потом взяли власть, потому что им не нужно было брать на выборах, им нужно было, чтобы завоевать большинство народа. А большинство народа нельзя завоевать, не имея в своих руках государство. Вы из дубины, я без дубины. Как мы, кто победит? Ясно, что вы победите. Я у вас сначала дубину отберу, а потом сразу мы уже будем с вами мирно разговаривать. О демократии. Так, ну, оценку я оставил вам хорошо, поскольку это принципиальный вопрос. Изучите работу Ленина, выборах учредительное собрание и диктатуру пролетариата, том 40-й. Оксиан Ильдий Иван Сергеевич, вроде так писал, все хорошо, интересно, много написал, хотя предупреждали, что не надо много, это шревато. Можно что-нибудь такое наговорить, как иногда бывает, наговоришь себе на плохое. Идеология социализма имеет многовековую историю. В своем развитии она прошла несколько этапов, начиная от утопического социализма и заканчивая современным социал-демократизмом. Ну, какой социал-демократизм? Это что, сейчас социалистическая теория, и это прикрытое социалистическими словечками, это буржуазная идеология. И вот, когда вы говорите про марксистов, вы говорите о планах коллективного ведения хозяйства в стороннем развитии личности. Так и хочется спросить, какую личность развивает, фамилии личности. Так личность или всех членов общества? А у Ленина Курсивова написано в программе. Всех членов общества. Так, и вот, что получается. Социальная демократия. Экономическая демократия означает общественную собственность. Ничего подобного, никакая-то не экономическая демократия. Ничего общего. Демократия – это термин, относящийся вообще к государственной власти. Никакой экономической демократии нет как таковой. Общественная собственность – это вовсе не демократия, Это отношение общества к коррективным условиям производства как к своим. Это деятельность в общественных интересах. Социальная демократия означает высокое качество жизни членов общества. А количество жизни не надо, только качество. Что это за такое качество жизни? А вот количество жизни. Качество было высокое, но прожил два года. Качество жизни. Которое характеризует степень социальной свободы человека. А что такое социальная свобода человека? А не просто свобода. И видно, что вы не знаете понятия свободы. Как господственным обстоятельствам и со знанием дела. Условия задержания его труда. Доступность системы образования и духовных ценностей. Ну, так сказать, вот сейчас, например, такая система, что цены доступны, а образование по этим ценам недоступное. Международная демократия предполагает мир и сотрудничество государств. Всех, да, в том числе фашистских. С фашистскими государствами. Мир и сотрудничество. Вот мы недавно отмечали сотрудничество, которое... Ну, сотрудничали мы только с теми государствами, которые выступали против фашизма. И не сотрудничали с фашистами, а уничтожали их. Социал-демократы настаивают на демократизации общества. Ну, похоже, что вы и есть такой социал-демократ. Политика социал-демократических партий, находящихся у власти, отличается большой социальной направленностью и борьбой за социальную справедливость. Политика современных социал-демократических партий – это буржуазная политика, которая осуществляет диктатуру пролетариата. Вы не разобрались в этом. И, так сказать, поддались на обман буржуазной идеологии. Я вам поставил неудовлетворительно. Почитайте Ленина. Выборы в учредительное собрание и диктатуру пролетариата. Вам, товарищ Аксианин Иван Сергеевич, неудовлетворительно. Ларионов Валерий Алексеевич. Материалистическое понимание истории. Правильно говорится о производственной и посредственной жизни. Основные признаки империализма. Янгкс утверждал, что превратить социализм в науку, необходимо поставить ее на реальную почву. А почвой это является производство жизни. Движение в обществе к социализму связывает с разрешением противоречия при капиталистическом производстве между общественным производством и капиталистическим присвоением. Не имея в основе учения о социализме, материалистического подхода и позиции на стороне пролетариата, имеет место различие антинаучные и социалистические учения. По-особому рассматривает социализм социал-демократические партии. Вот здесь ответ предыдущему товарищу. Они ратуют за демократический социализм. Бранд или Бранд. Ведется речь о неосоциализме. Однако все это не показывает путь устранения главного противоречия капитализма, противоречия между общественным характером производства и частной формой присвоения. Борьба противоположных позиций в общественном производстве капиталистов и пролетариата неизбежно ведет к реализованному образованию общества капиталистическое и социалистическое. Так, отлично, товарища Лорионову. Бек Маматов Азад Акклбекович. Очень хорошо все сделал. Определение это качество, но пропущено, которое есть в себе бытие, в простом нечто. А так написано правильно. Что такое финансовый капитал? Это монополистический банковский капитал, срочный и управляющий монополистическим производственным капиталом. Вот это очень хорошо. Взял и написал, товарищ, просто и ясно. Научный социализм. Государство это инструмент разрешения или уничтожения противоречия в классовом обществе. Это неправильно. Почему только в классовом обществе? В социальном классе общества или без классового? Социализм это уничтожение классов. То есть, уничтожение классов должно превратиться в ничто. Социализм противоположен делению на классы. Поэтому он классовым обществом не может считаться. Потому что классы уже уничтожены в основном. Поэтому низшая фаза бесклассового коммунистического общества. Такая, при которой еще сохраняются отдельные признаки классов. В основном только классово уничтожены. А надо уничтожить не в основном, а полностью. Полное уничтожение классов предполагается. Отлично. Антипов Иван Сергеевич, город Москва. Философия. Материалистическое понимание истории. Основные признаки империализма. Научный социализм. Основной выборной единицей является не избирательный округ, а производство, фабрика, завод, колхоз. Вот вы пропустили очень важный момент, который взяли вы это положение из программы партии. Которая имеется в приложении к 38-му тому полного собрания сочинений Ленина. Там говорится, основной избирательный, не выборная избирательная единица, но это допустимо. И основной ячейкой государства является не избирательный округ, а производственная. А производственная единица, а не вообще производство. Производственные единицы имеют в виду люди, а производство это уже некое другое понятие, не только люди, и машины, и средства производства, фабрика, завод, колхоз. То есть если речь идет о программных положениях, то нужно это учитывать. Отлично, с минусом. Кобельков, Александр Дуарович, город Зержимск. По-моему, он раньше назывался «Рассятана», и поэтому его переименовали. Так Зержимска называют. Так, теоретическая и практическая идея, абсолютная идея. Когда речь идет об идее «И», почему об идее «И», а не об идее «Е». Каждый, кто пишет маленькую руку, хотя бы на полторы страницы, должен потом ее прочитать. Я, например, могу поделиться, что когда я отправляю электронную почту, я всегда прочитываю, что я отправляю. Если бы я это не прочитывал, я не знаю, что было бы. И это получилось, что я много всяких глупостей рассылал бы широко. Надо прочитывать и исправлять. Советская власть как организационная форма диктатуры октября. Диктатура октября опирается на организованность рабочего класса в процессе труда на фабриковых заводах, которые превращаются в избирательные округа Совета. Никогда они в округа не превращаются. Округа – это понятие, относящееся к территориям, а не вовсе не к предприятиям. Вам Ленин пишет производственные единицы, а нет округа. Что вас заставляет округ такой очерчивать по территории? Вот, собственно, вы, получается, от какой вы точки зрения придерживаете, что производственные единицы или округа? От производственных единиц выбирается депутат. И тут же вот правильно пишите. Так вы выберете, где ваша позиция и стоите на ней. Я поставил вам отлично. Имею в виду, что вы поправите это все. Так, Шашин Игорь Алексеевич, Ленинград. Философия, материалистическое понимание истории. Исторический материализм подходит к изучению истории с материалистической точки зрения. Политическая экономия. Не указано, что в финансовой олигархии при господстве банковского капитала формируется. Существует государство, в котором владельцы, феодалы, буржуазии и пролетариата. Сущность государства. Вот. А получается, что у вас... Смотрите, что вы написали. Сущность государства состоит в организованном подавлении эксплуатируемых классов эксплуатирующими. И что, рабочий класс, когда диктатуру и прятал, он что, эксплуатирующий, что ли? И эксплуатирует буржуазию? Не, так не годится. Сущность государства буржуазного состоит в подавлении эксплуатируемых классов эксплуатирующими. Сущность пролетарского государства не только состоит в подавлении буржуазии, но всех поползновений к тому, чтобы вернуться в буржуазное общество. Когда оно перестает это подавлять, тогда вот эти все тенденции буржуазные подавляют государство. Оценка хорошо, с учетом, что вы это учтете. Войтович Анатолий Михайлович. Контритический способ производства, товарное производство на той стадии, когда рабочая сила становится от товара. Стоимость... Только я хотел вас сильно похвалить, а у вас написано не о веществленный в товаре абстрактно, а обвеществленный. Прямо весь он, прям со всех сторон обвешенный. Как это надо считать, то что вы пишете. И не политическая теория у вас маркетизма, а политическая, уже полетела она. Эта теория. Ну как-то, я поставил вам хорошо. В общем, вы читайте то, что вы отдаете или рассылаете по всему миру. Нас же сейчас все слушают и все смотрят. Ни для кого это не секрет. Каждый должен понимать, что он выступает перед обществом. А раз он выступает перед обществом, то он должен просчитывать то, что он собирается обществу послать. Послание. Алексеев Александр Владимирович. Теоретические и практические идеи. Абсолютные идеи. Все правильно. Определение класса, основные классы, соревнования. Все тоже правильно. Происходение государства. Форма устройства социалистического государства тоже демократия. Только какая демократия, не сказано. То есть у вас правильно, но не истинно. Ваше возгождение. Видите, Рай, вы за истину боретите или за правильность? Если вы будете останавливаться на правильности, ну вот я поставил вам отличное с минусом, но имейте в виду. Не надо останавливаться на правильности. Человек это животное, которое ходит на ногах. Значит, кенгуру тоже человек. Дверг на ногах. Или кенгуру прыгает на этих двух ногах. Значит, прыжки в длину, прыганы в длину и высоту тоже кенгуру. Белов Михаил Леонидович. У него теоретически практическая идея, правильно. Основные признаки империализма тоже самое. И исторические типы государств. Диктатура бальтериата для социализма характерна. Вот у него подчеркивается. Таким образом, отсутствие антигонистических классов, на которых происходит отмирание государства и переход к полному коммунизму. Высаковских. Сергей Владимирович. Сущность, как нятые бытие. Дать определение к бальтеристическому производству. Он пишет, стоимость товара это общественно необходимое рабочее время. То есть стоимость это время. Так? Рабочее, нерабочее, но это время. Так стоимость это не время. Это характеристика. Характеристика труда в условиях товарного хозяйства. А не просто. Время. Время не любого труда. Вот если кто-то работает, сколько он не работал у себя на участке, никогда это не будет стоимость. Если он не работает для того, чтобы продать эти огурцы или помидоры, которые он выросил. Правильно? Только если он работает с целью, вот если цель его труда, цель производства состоит в том, чтобы потом обменять, то есть производить с целью обмена, тогда его труд, а соответственно и время рассматривается как стоимость. А дальше правильно говорится, стоимость товара это общественно необходимое рабочее время, затрачиваемое для производства товара, а не просто какое-то рабочее время. Вот если оно не на производство товара, то и стоимости нет. Поэтому отлично построить, поставить можно, если надеяться на то, что товарищи учтут эти замечания. Сидоркина, Алла Михайловна. Материалистическое понимание истории, основные признаки империализма. И вот она говорит, что форма государства, форма государственного устройства, аристократия, власть нескольких родов. Есть монархия, есть демократия, власть нескольких коротких родов простых людей. Это что-то за власть нескольких коротких родов, запятая простых людей. Что за простые люди? Кто такие простые люди? Я думаю, вы не такой простой человек, как вам кажется, или как вы себя представляете. Как вы так вот умудрились в Красном университете поставить, отвечать на вопрос и не сказать, что есть буржуазная демократия, а есть пролетарская демократия. буржуазная демократия, власть меньшинства, пролетарская демократия, власть большинства народов. Эмиль Янов, так, оценкой поставил я такую удовлетворительную, я поставил троечку, это центральный вопрос, ключевой, как это так, просто какая-то демократия. Эмиль Янов, Алексей Александрович, творчество отличия, противоречия. Говорит, что рабочий класс в современном капиталистическом обществе вынужден продавать свою рабочую силу. Мелкобуржуазия, класс мелких предпринимателей, которые трудятся на собственных средствах производства. Только на средствах производства он не трудится. Он на лопату встает, на грабли наступает. Как это он на них трудится. Он с помощью собственных средств производства трудится. Ну, отлично поставить можно. Теперь Иринник, Константин Сергеевич, сущность, как снятый бытие, видимость, основные принципы, империализм и советская власть, как организационная форма, диктатуру, патриата. Диктатура — это навязывание своей воли. Но это вы, так сказать, ее как навязывание своей воли — это властное поведение. Навязывание своей воли. Диктатура означает власть, не ограниченная никакими законами. Так, дальше. Мозговой, Денис Валерьевич. Теоретическая и практическая идея. Какие первоочередные меры надо защитить для подъема и быстрого развития промышленности России? Сознание единой монополии направлено на благо общества. Но только непонятно, будет тут социализм или нет. Потому что написано остановить вывоз капитала через построение госкапитализма с плановой экономикой. А плановая экономика будет при госкапитализме? В интересах кого? В интересах капиталистов, а вовсе не всего народа. Создание единой монополии направлено на благо общества. Ну так это связано с революцией, вы как бы об этом умалчиваете. В конспиративных целях, наверное. Дескать, вот нас-то все видно, а вы там где-то в нечерк находитесь, нам присылаете такие бумажки. Так, чтобы было ясно, на какой позиции мы находимся, а вы вот и, так сказать, на всяких случаях, так сказать, законспирируете. Хотя дальше уже очень просто. Забасовочная борьба рождают статичные комитеты, которые создают советы для взятия власти. Так что поставил я вам отлично. Гордеевнин Максим Владимирович. То здесь, то различие противоречия. Вот он разъясняет здесь различия между формальной логикой и диалектической логикой. Определение класса и основные классы современного общества. Советская власть как грандиционная форма диктатуры пролетариата и дает соответствующие выдержки. Из состава местных советов формируется исполкома для осуществления исполнительной власти. На местах и деливируется представитель на съезд советов, являющийся высшей властью в государстве. Такой способ формирования позволит немедленно отозвать любого депутата, делегата или члена исполкома, что гарантирует принятие всех решений в пользу коренных интересов промышленных рабочих. Таким образом и будет осуществляться диктатура пролетариата. Советская власть наиболее устойчивой формой диктатуры. А является, не надо написать, я бы написал. А иначе как-то не по-русски. В целом отлично. Коренков, Вячеслав Владимирович, теоретическая и практическая идея. Господствующий класс финансового капитала. Что такое господствующий класс финансового капитала? Господствующий класс капиталистический. Возведший в свою волю закон, систематически увеличивает цену на все товары, кроме стоимости рабочей силы. Что он, цену на стоимость рабочей силы увеличивает? Все за ерунда. На все товары, кроме товара рабочей силы, а не стоимость рабочей силы. Пять минусов. Высоцкий, Даниэль Владиславович. Сущность, как снятый бы сей видимость. Капитализм, это товарное производство, для которого рабочей силы, товар. Все это четко и все положено. Диктатура пролетариата есть классовая борьба, победившая и взявшая в свои руки политическую власть пролетариата, против побежденной, но не ничтоженной до конца буржуазии. Дальше диктатура пролетариата борется уже не с буржуазией, а с мелко-буржуазностью в самих людях. А что, буржуазии не люди, что ли? Ну вот правильно, хорошо написано, мелко-буржуазностью, но в каких самих? В социалистических людях, а не просто в самих людях. Так, ну отлично я поставил, тем не менее. Белянов. Металитическое понимание истории, принципы и признаки империализма, происхождение государства. Данные диктатура господствующего класса. Форму государства следует назвать три. Демократия во всех ее разнообразных проявлениях, монархия, которая прекрасно существует в 21 веке, олигархия, аристократия. А фашизма нету? Что, не было такого государства? Как-то так получается, вот такая вот, столько речи, ведется, так много говорится, и воспоминания всякие о победе над фашизмом. Это же фашизм, это же что такое? Это террористическая, открытая террористическая диктатура, а вовсе не демократия. А у вас получается, что есть только вот аристократия и демократия во всех ее разнообразных проявлениях. Хорошо. Так, Берлетов, Валерий Вячеславович. Красный, поселок Красная и Руга. Философия, определение и понятия, политическая экономия, стоимость, если вычисленный в товаре, общественный труд товаропроизводителей. Это очень хорошо. Товаропроизводители, а не вообще любой труд. А вот товар, это вещь, которая производится не для собственного потребления, а для продажи, это нагружаете вы зря определение. Для обмена. Будете вы продавать или так просто обменяете? Я вам дам страничку, вы мне книжечку. Вот и все, обмен состоялся. Я страницы производил, чтобы за них книги получать. Если так, почему обязательно деньги тут должны быть? Не обязательно. Алымов Андрей Александрович. Товар, продукт, производимый для обмена. Вот он четко и ясно пишет. Учитесь. Каманицына, Галина Анатольевна. Теоретическая и практическая идея. Если мы не познали мир, мы не можем ее преобразовать. Правильно. Национал-социализм. Тоталитарная ультарправая идеология, являющаяся формой фашизма. С элементами расизма и антисемитизма. Национал-социализм – это не идеология. Национал-социализм – это теория политическая уже. Поскольку в фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее сонных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Отсюда и элементы расизма, антисемитизма и так далее. Каманицына Мария Александровна. Так, сколько я там поставил, посмотрим. Хорошо. Вот. Здесь все. Мария Александровна, все правильно сказано. И признак империализма. Явление исключения действительности. Научный социализм – отлично. Каленсиев Иван Сергеевич. И об этом была речь в самом начале. Я его разбирал. С него пять с минусом у него. Так. Все. У меня все. Я свои образы, предуправления передаю другому экзаменатору. Свету Валерьевичу Виркову. Спасибо, Михаил Васильевич. Комендарь технических наук. И специалисты в области, можно сказать, диалектики. Здравствуйте еще раз, дорогие товарищи. Хочу сразу же отметить, что, видимо, наш проектор, товарищ Мордовин решил проверить преподавателя Красного университета. И некоторые работы выслал и Михаилу Васильевичу, и мне. Но вот так получилось, что мы выставили за них одни и те же оценки. К счастью или к несчастью. Значит, товарищи… А он сам он не пришел. Да. Товарищи Степанов, Макаров, Заварин и Павлов. Вот они были упомянуты Михаилом Васильевичем. И получили те же самые оценки. Я им поставил те же самые оценки. Степанов – отлично. Макаров – хорошо. Павлов – отлично. Заварин – отлично. Но он-то знал, Мордовин, что кто последний проверяет, тот и ставит оценку окончательно. А тебе перед этим оценки предварительные. Но для всех остальных товарищей я хочу отметить, что действительно уровень работ повышается. И видно, что товарищи смотрят и предыдущие записи Красного университета и активно читают первоисточники. Вот такого откровенного списывания с каких-то плохих книг и с плохих энциклопедий я… Мало стало. Да, не увидел. Вот там какая-то одна работа была, но мы до нее дойдем. Давайте я пройду по тем работам, которые мне удалось проверить. Значит, была одна работа, с которой я начну. Некоторый роман без подписи. Роман решил остаться анонимным. Фамилии нету, поэтому не знаю, кто такой роман. Работа не проверена. Так что роман, если вспомнит свою фамилию, он ее напишет и вышлет работу свою еще раз. Усачук Алла Александровна отвечает на вопрос о материалистическом понимании истории и пишет, «Только основоположники марксизма постигли общественное производство не только как производство материальных благ, но и вместе с тем и производство общественных отношений». Что такое производство общественных отношений? Непонятно. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Что такое материальная жизнь? Что за способ производства материальной жизни? Просто жизни, наверное. Второй вопрос. При анализе классовой структуры… Так, определение класса и основные классы современного общества. Только определение не класса, а определение классов. Не бывает одного класса, потому что если мы общество классифицируем, то их как минимум два. Нельзя сказать, что только один класс. Что это такое? Классы. При анализе классовой структуры общества марксизм различает классы основные и неосновные. Я думаю, что это какое-то открытие новое в марксизме. А, это вот, по-моему, вы видите против нового. Я вот не знаю, что такое основные и неосновные классы. И дальше. С этим связано, да, наряду с господствующим способом производства в классовых формациях могут сохраняться и остатки прежних способов производства, и возникать ростки новых способов производства в виде особых укладов хозяйства. С этим связано существование неосновных переходных классов. Непонятно, что такое неосновные переходные классы. Вы против нового передового, против развития науки. В современных, а вот, кстати, про развитие. В современных развитых обществах социологи выделяют высший класс, элита. Какие социологи выделяют? Ну, они действительно выделяют, только они буржуазные социологи, которые обеспечивают интересы буржуазии, холустуют перед ней всячески. Элиты называют не лучшие элементы общества, не прогрессивные, и не элементы прогрессивного класса, а реакционные. Эти-то социологи называют, конечно, элиты высший класс, но на самом деле это, да, это самые отбросы общественные получаются. Так что вы идете в фарватере этих буржуазных социологов и пытаетесь нам рассказать это под видом современной теории. Нет, они хотят сказать, что вы так преподавали, хоть и как бы вам не преподавали, мы все равно идем в формате буржуазных идиологов. Да. Мы народ надежный, устойчивый, так просто нас не свернешь. Основы коммунистического общественного самоуправления. Партия исходит из того, что будущая организационная система коммунистического общественного самоуправления сложится на основе объединения советов депутатов трудящихся и массовых общественных организаций, которые в современном развитии перерастут в новый тип организации, организацию коммунистического самоуправления. А что значит партия исходит из того, откуда она здесь взялась у вас, партия-то? Ну это из программы хрущевской, выдержка, по-моему, из речи на 22-м связи. А, да, в условиях развитого коммунизма, когда на смену государства приходит коммунистическое общественное самоправление, устанавливается социальная однородность, почва до существования политических партий исчезает. Вот, пожалуйста, развитой коммунизм, да, это как раз самая настоящая хрущевщина. Развитой коммунизм, социальная однородность и надо политические партии потихоньку сворачивать. То есть, фактически, это означает, что у вас идет переходный период уже капитализма обратно, а вам предлагают политические партии свернуть и счастливо жить в условиях развитого коммунизма. Поставил я вам хорошо, но сейчас вот что-то да, действительно, гиберализм... Если писать не развитого, а по-другому, развитого коммунизма. Развитого коммунизма. Пучков Василий Витальевич. Практическая идея, идея блага, идея преобразования мира в фарватере идеи истины. Что значит в фарватере? В соответствии надо писать, что за фарватер-то такой? Ну, а потому что катер такой идет, идея истины. А дальше уже и другие идеи в фарватере оказываются. Исторические типы государств. Любое государство – диктатура. Ну, так можно сказать, конечно, но вообще сущность любого государства – диктатура, господствующего класса. Вам нужно говорить не просто, что это диктатура, або какая, а господствующем классе надо говорить. Социалистическое государство – единственный тип государства, где доминирует класс с подавляющим частью общества. В общем, тут вы не прочитали, что вы хотели сказать. Оценка – хорошо. Чернышев Юрий Валерьевич отвечает на вопрос определения капиталистического производства, понятия стоимости. Является ли производство капиталистическим или каким-либо другим, зависит от формы общества, в котором происходит это производство. Наоборот, производство определяет общество, а не общество определяет производство. Как общество производит, от того и зависит, какое оно. Критерием деления общества на формы является способ производства. Вот это вы правильно указали. Для капиталистического способа производства характерны следующие основные черты. Частная собственность на средства производства и землю. Рабочая сила является товаром. То есть вы описываете черты производства. Вы не хотите дать определение капиталистического способа производства. А вы описываете признаки капиталистического способа производства, наваливаете их в мешок, потом надо встряхнуть так, и получится то, что называют в словаре логики определением. А на самом деле определение – это качество, одно качество. И для капиталистического способа производства это такое качество, что это всеобщее товарное производство. Или товарное производство на анатомовой этапе, когда рабочая сила становится товаром. Частная собственность этим определением капиталистического способа производства не является, этим качеством, которое в определение входит. Стоимость – общественное свойство вещи, которое она приобретает в определенных исторических условиях. Это неправильно. Стоимость – это общественное свойство не вещи, а товара именно. То есть, когда мы говорим о стоимости, мы говорим о товарах. Если мы говорим, скажем, о вещах, произведенных при социализме или при полном коммунизме, то никакой стоимости нет. Советы и проблема отмирания государства. Но без диктатуры пролетариата, то есть без государства, свою классовую борьбу рабочий класс до конца довести не может. Это правильно. Поэтому диктатура пролетариата, а соответственно и государства рабочих, должны существовать до полного перехода к бесплассовому обществу. То есть, к такому обществу, где уже нет различий между рабочими и нерабочими в общественной организации труда. Это неверно. Потому что, если вы говорите, что полный переход к бесплассовому обществу, так социализм и есть. Бесклассовое общество, в котором еще классовые различия преодолены не полностью. Поэтому вам диктатура пролетариата нужна только на переходный период. От капитализма к социализму. Это неверно. Оценка хорошо. Орлянский Виталий Валентинович. Теоретическая и практическая идея, абсолютная идея, товарищ, отвечает на вопрос. Дальше отвечает на вопрос об кратком и развернутом определении империализма. В чем выражается паразитизм и загнивание империализма. И пишет. Вывоз капитала – это паразитизм в квадрате. Что значит в квадрате? Почему не в кубе или в четвертой степени? Непонятно. Появление рантия живут за счет процента от капитала, за счет расставщичества. Монополия получает монополистическую прибыль, тенденция застоя. Подкуп рабочих. Что значит подкуп рабочих? Вы имеете в виду появление… Ну мало платят им. Да. Наверное, это называется подкупом. Дать им мало денег? Видимо, да. И они тогда полюбят себя. Так. Советы и проблемы отмирания государства. Более высокая ступень демократии исполняются интересы большинства, а не меньшинства. Но это вот какие-то благопожелания. Каким образом выполняются интересы большинства при советской власти? Вы не пишете. Советы включают принцип самоорганизации и самоуправления. Ну это хорошее рассуждение о советах. Причем самоорганизации такой вот принципа, как в советах, как принцип о самоорганизации и самоуправлении нет. Советы – это территориальные органы, избираемые по заводам и фабрикам. А церковь – хорошо. Пластинин Михаил Андреевич. Тождество, различие и противоречие. Вы пишете, что противоположность – отношение, тождество и различие. Вот у Гегеля написано, что противоположность – это единство, тождество и разности, а не отношение, тождество и различие. Основные признаки империализма указаны верно. Каковы объективные предпосылки социализма имеются ли они в современной России? В процессе развития капитализма происходит усиление об обществлении производства. То есть у вас тут с падежами и с окончаниями вообще все плохо. Появление монополистического капитализма. В России данный элемент имеется. Например, железными дорогами владеет один монополист. Добыча нефти и газа тоже практически монополизирована. То есть вы сводите монополистическую стадию капитализма, вы хотите доказать, что Россия имеет элементы монополистической стадии капитализма. А вам не приходило в голову, что империализм это мировая история? Империализм он во всем мире. Поэтому доказывать, что именно в России имеются какие-то монополии, хотя, конечно, они там имеются, совершенно не нужно. Поскольку империализм, весь мир разделен сейчас на два лагеря, на империалистический лагерь и социалистический, то доказывать, что именно в России железными дорогами владеет один монополист, для того, чтобы это было предпосылкой социализма, совсем не нужно. Наличие организованного пролетариата, готового к борьбе. Вот это правильно, это объективная посылка именно в Россию. В современной России пролетариат находится на начальной стадии организации в борьбе за свои права, хотя уже сейчас существуют успешно действующие просоюзы и успешные забастовки. Но это нужно действительно обвести к объективным предпосылкам социализма. Оценка хорошо. Раскатов Андрей Владимирович отвечает на вопрос о кратком определении империализма и пишет, «Империализм есть господство финансового капитала». Это не совсем краткое определение империализма. Краткое определение – это что империализм – это монополистический капитализм. И действительно, господство финансового капитала имеет место при этом, как один из определяющих моментов. Но это не только. Если мы говорим о кратком определении, то надо просто сказать, что империализм есть монополистическая стадия развития капитализма. Паразитизм и загнивание империализма выражаются в монополии, которая находится в общей обстановке капитализма, товарного производства, конкуренции, в постоянном безысходном противоречии с этой общей обстановкой. Поскольку устанавливается хотя бы на время, монопольные цены, поскольку исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а следовательно, ко всякому другому прогрессу, движению вперед, постольку является далее экономическая возможность искусственно задерживать технический прогресс. Вы как-то свели весь паразитизм и загнивание империализма только к монополии и к ее свойствам. А если вы вообще посмотрите более широко на те явления, которые происходят в сегодняшнем мире, их множество, и все они, это и действительно существование так называемых рантье, и более там в социальной жизни, если вы посмотрите, та обстановка, которая там производят в Европе эти там ЛГБТ-движения, это что, не загнивание капитализма, это не разложение империализма, это нельзя отнести к этим явлениям. Мы вот как-то все вокруг монополии и все, а других как будто бы, а войны, которые идут, это не загнивание империализма, а фашизм на экспорт, это не загнивание, не паразитизм империализма, а голодают люди, которых можно бы в соответствии с тем уровнем развития производства уже можно было бы давным-давно накормить. Это не паразитизм и загнивание империализма? Как-то вы очень узко подходите к этому вопросу. А переход к монополиям это не шаг к социализму в условиях ковидализма? Да, это шаг к социализму, так что это не совсем загнивание. Так, вы почему-то ответили на 4 вопроса, но вот я 4-й не стал ответ ваш на 4-й вопрос читать принципиально, а поставил на оценку «хорошо». А если бы вы прочитали? Может быть и ниже, да, поэтому я ограничился. Тимошенко, Виктор Викторович. Отрицая бытие вообще, мы движемся от сущности к сущности. Ну, если быть более точным, в сфере сущности у нас движение от ничто к ничто. Вот так бы правильно было сказать. Видимость имеет свои моменты, существенные и несущественные. Вот здесь я с вами не соглашусь. Видимость существенная и несущественная не является моментами видимости. Нигде такого я у Гигеля не нашел. Ибо видимость есть видимость самой сущности. Государство возникает с возникновением классов и классовых противоречий в раблодельческом обществе. Существует до полного уничтожения классов и классовых противоречий. Я бы сказал не классовых противоречий, а классовых различий, вот если в конце тут поправить. А все остальное мне понравилось в вашем ответе, поэтому я поставил «отлично». Море Александр Александрович. Материалистическое понимание истории хорошо изложено. Назовите основные признаки империализма. Тоже правильный ответ. Видно, что товарищ читал работу Ленина. Исторические типы государства. Да, вот здесь товарищ пишет. Первые три типа – это государства, где власть принадлежит эксплуататорским классам. Он имеет в виду гробовладельческих государств, феодальные государства, буржуазное, капиталистическое государство. Последний тип государства – социалистическое государство – власть принадлежит пролетариату и его представителям. Ничего себе. То есть, власть принадлежит в социалистическом государстве не классу рабочему, а его представителям оказывается. Мы поделились с представителями, половина власти не пролетариата, а половина... То есть вы призываете, чтобы пролетариат передал свою власть, как класс, передал власть своим представителям. Ну так он это и сделал, собственно говоря, в Советском Союзе. А потом представители эту власть забрали совсем и стали капиталистами. Оказались капиталистами по итогу. В социалистическом государстве классов нет. Вот это здорово. Это правильно. Но классов нет, но классовые различия остаются. То есть нельзя просто сказать, что социалистическое государство – это бесклассовое государство. Этого просто сказать нельзя. Надо сказать, что классы есть в своем уничтожении, и все будет в порядке. Да, вот надо это обязательно отмечать. И его цель – построение бесклассового коммунистического общества. Бесклассового общества или полного коммунизма. Вот так бы правильно. Потому что в социалистическом государстве – это и есть коммунистическое общество. В первой его фазе. Ну, так, оценка – хорошо. Мурашка, Данила Андреевич. Определение и понятие. Определение есть качество в себе, в простом нечто, находящееся в сущностном единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием. Да, ну вот вы отвечаете, как в математике так принято. То есть сначала сказать, что мы определяем, а потом определить это. А если мы говорим про движение в диалектике, то сначала мы определяем что-то, а потом мы даем название. Поэтому лучше написать, что качество, которое в себе, в простом нечто, в сущностном, находящееся в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием, называется определением. Или есть определение. Так, определение является главенствующим качеством. Что значит главенствующим качеством? Это такое, да. Есть главенствующее, а есть, видимо, не главенствующее, а качество еще. Которое сохраняется на всем протяжении развития бытия. Неправильно. Никакого бытия, развития нет. Откуда вы взяли здесь категорию развития? Она более сложная, чем категория определения, потому что она связана с движением простого к сложному, низшего к высшему. И не бытия, а ничто. Это качество, которое, можно сказать, сохраняется во всех изменениях данного нечта. Вот так можно было бы сказать. А не развитие бытия. Так. Дайте определение капиталистического производства понятия стоимости. Товар – это продукт, поступающий в употребление через обмен. Целью капиталистического производства является извлечение прибыли, превращенной в форму прибавочной стоимости. Но вот если тут вы так пишете, так можно сказать, конечно, что целью является извлечение прибыли. Но лучше сказать, что целью капиталистического производства является производство стоимости в форме прибавочной стоимости. Это было более научно. Тогда вам не придет в голову, что, скажем, простое товарное производство – это что-то такое отдельное от капиталистического, которое не вырастает в капиталистических производствах. Потому что если мы рассматриваем просто товарное производство, его тоже целью является производство стоимости, но не специальной формы стоимости, а просто производство стоимости. Функционирует капиталистическое производство по закону стоимости. Неправильно сформулировано. Можно сказать, что основной закон капиталистического производства – это закон стоимости. А что значит функционирует? Стоимость, в свою очередь, есть овеществленный труд, среднее общественно необходимое рабочее время, затраченное для производства товара. Вы определяете не стоимость, а величину стоимости, если вы говорите про время. Овеществленный труд – это уже товар. Да. Если труд – это товар производителя, овеществляйте. Вот вы пишете. Дальше про государство. Историческими типами государства являются рабовладельческое государство, феодальное государство, буржуазное государство и социалистическое государство. Форм государств всего три. Монархическое государство, власть правящей династии. Монархическое государство – власть одного рода. аристократическое государство власть аристократический групп нескольких родов вообще-то и демократическое государство власть правящего класса что значит власть правящего класса демократическое государство то есть вам нужно указывать что демократии бывают действительно разными а почему мы не Вы указали, что есть форма фашизм. Вы как-то это пропустили. Оценка удовлетворительна. По токену Денису Анатольевичу. Капитализм – это всеобщее товарное хозяйство, при котором рабочая сила человека становится товаром. А рабочая сила бывает не человека. Вы считаете, что у лошади бывает рабочая сила? У него лошадиная сила. Да, значит, здесь лишнее совершенно слово «человека», потому что рабочая сила, она относится исключительно к людям, потому что это способность человека к труду. А лошадь трудом не занимается, и корова трудом не занимается, даже когда ее доят. Так. В основе развития всего... Да, происхождения государства, сущность государства, форма государства и устройства. В основе развития всего человечества лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. А вот вы так это говорите, а вот у Энгельса в работе о происхождении частной собственности семьи и государства, он пишет, что не в основе развития всего человечества, а определяющим моментом истории развития человечества есть производство и воспроизводство непосредственной жизни. Вы чувствуете определяющий момент и в основе развития. Это разные формулировки. То есть есть и другие моменты, которые определяют человеческую историю. Но основным определяющим моментом является производство и воспроизводство непосредственной жизни. Сущность обовладельческого государства, диктатура рабовладельцев, капиталистического государства, диктатура буржуазии, социалистического диктатура пролетариата, эта диктатура может проявляться в разных формах. Демократия, власть народа. Ну здорово, демократия оказалась власть народа. А какая демократия бывает? Мы же много раз об этом говорили, Что просто демократии, демократии вообще, а тем более власти народа, никакой нету. Как только начинают разговаривать о власти народа, говорят о диктатуре буржуазии, то есть буржуазной демократии. Вот сейчас власть народа. Скоро можете пойти проголосовать, выразить свою власть. Да, была власть народа, при рабовладении особенно. Да. Монархия. Формально правит один король. Нет, монархия, это власть рода. Этого короля могут пырнуть ножом в ночи, и его сынок станет править, будет монархом. То есть это власть рода одного, а не власть одного короля. А королева, что там, не может ее быть? Советы. Высшая форма диктатуры. Ну здорово. Что за высшая форма диктатуры? Вот высшая форма демократии, я бы еще как бы согласился, но высшая форма диктатуры – это кандидаты избираются не территориально, а от заводов и фабрик. Сама диктатура пролетариата ведет к полному уничтожению классов и обществу без классов, следовательно, к отмиранию государства. Оценка хорошо. Хорошо. Петров Александр Викторович. Товарищ отвечает по вопросу «Советы и проблемы отмирания государства». Советское государство, являясь, как и любое другое государство, диктатурой господствующего класса, являлось, однако, наиболее демократичным, ввиду того, что представляло собой не диктатуру меньшинства над большинством, а впервые в истории человечества диктатуру большинства над меньшинством. Проблематика перехода заключается в том, что он возможен только на соответствующем экономическом основании, для обеспечения которого, в свою очередь, классовая борьба при социализме не только не должна прекращаться, но и в определенные моменты может обостряться. К сожалению, по ряду причин в Советском Союзе эта борьба не была доведена до конца, что в конечном итоге не просто не обеспечило отмирание государства, но и привело к реставрации социализма. Это все замечательно, но где ответ на вопрос «Проблема отмирания государства?» Как государство отмирает? Что при этом происходит? Как происходит этот процесс отмирания? Или что? Просто со временем оно само отомрет? И что такое доведение до конца? Да. Оценка хорошо. Дмитриев Максим Денисович. Материалистическое понимание истории. Материалистическое понимание истории возможно только в том случае, когда мы применяем диалектический материализм к истории, получаем исторический материализм. А если мы не применяем, что материалистическое понимание истории невозможно, который утверждает, что движущей силой истории есть противоречие производительных сил с производственными отношениями. Я бы не сказал, что исторический материализм это утверждает. Для понимания этого нам помогают такие категории, как количество, качество и меры. Каким образом эти нам категории помогают? Не понятно. Мне не помогли эти категории. Капиталистическое производство, всеобщее товарное производство, при котором рабочая сила становится товаром. Так, ну что такое научный социализм? Такое учение, которое находит ту материальную силу рабочий класс, который заинтересован в призывании общества и как рабочий класс может эти изменения произвести. Да, вот это хорошо вы заметили, потому что, говоря о научном социализме, тут товарищи не понимают зачастую, чем он отличается от других видов социализма. Оценка хорошо. Чекалов, Спиридон Александрович. Империализм – это высшая стадия капитализма. Эпоха империализма означает превращение капитализма, процветающего, в капитализм загнивающий, паразитический. То есть, до этого, если бы он там остановился до империализма, то это был бы процветающий капитализм. И мы бы все жили при процветающем капитализме. Надо просто вот там остановить где-то до империализма, и все будет полное процветание. У капиталистов было много святого. Нет, у капиталистов процветали, но они и при империализме процветают. Все у них хорошо. Происхождение государства, сущность государства в форме государственного устройства. «Государство неизвечно. Существовали общества, в которых не было государства на определенной ступени экономического развития. Вот мне известно только одно такое общество – это общество первобытно-общинного коммунизма. А что значит «общества»? Их много было? «Типология государства опирается на марксистское учение об общественно-экономических формациях. Тип государства определяется тем, какому классу или каким классом оно служит, а значит в конечном счете экономическим базисом данного общества. Это неправильно. Вот может быть государство диктатура пролетариата, а экономический базис данного общества может быть капиталистический. Истории известны следующие основные – социально-классовые типы государств. То есть бывают государства классовые и социально-классовые. Категория классов, она относится к обществу. Поэтому социально-классовые – это масло масляное. Ну вот девочка раньше играли в класс. Донесуют на асфальте и прыгают. Вот чтобы не путали. Да. Рабовладельческая, феодальная, буржуазная и государство диктатура пролетариата. То есть вы везде как бы умалчиваете, что рабовладельческая, феодальная и буржуазная – это тоже государство диктатуры соответствующих классов. А вот когда вы говорите о социалистическом государстве, вы подчеркиваете, что государство – диктатура пролетариата. Ну хорошо, на этапах перехода от одной формации к другой существовали и существуют государства исторически переходного типа. Что такое государство исторически переходного типа? То есть это диктатура непонятно какого класса. Переходного такого. От одного класса к другому. Или сразу две диктатуры. Их две диктатуры. Одна умирает, а вторая побежает. Это вот у нас были товарищи, которые про две диктатуры нам рассказывали, помнится. Недавно. Да, да. Вот у них подслушали. Так, оценка. Хорошо. Каминский, Константин Сергеевич. Капиталистическое производство – вид товарного производства, характеризующегося частной собственностью на средства производства, при котором рабочая сила также является товаром. Значит, во-первых, это не вид товарного производства. Иначе получается у вас так, что бывают разные виды товарного производства, и они рядом положены, получается. Это не вид товарного производства, это и есть товарное производство, развившееся до такого этапа, или на том этапе развития, когда рабочая сила становится товаром. И характеризуется оно не столько частной собственностью на средства производства. Потому что, если вы сказали, что происходит, что рабочая сила стала товаром, вы и уже сказали про то, что есть частная собственность на средства производства. Потому что, когда речь идет о купле-продаже рабочей силы, это означает, что есть тот, кто эту рабочую силу продает, то есть рабочий, и тот, кто эту рабочую силу покупает. Собственники средств производства. Так что не надо тут драматизировать и еще обязательно поговорить про эту частную собственность. Как только рабочая сила становится товаром, этого достаточно, чтобы вести речь о капиталистическом производстве. Стоимость, количество абстрактного общественно значимого труда, выраженного в товаре, количество, это величина стоимости. Товары, потребительные стоимости, скобочках, товары, стоимость, потребительные стоимости, соотносятся между собой в зависимости от стоимости. Это вообще непонятно. Непонятно, что да, тут у меня это все подчеркнуто, не понимаю, что вы хотите сказать, то ли вы говорите о меновой стоимости, то ли вы пытаетесь вывести стоимость. Скорее всего удалось сформулировать так, чтобы вы не поняли. Да. Маркс не смог, а вот товарищ Каминский смог. Что такое научный социализм? Научный социализм – одна из трех основных частей моментов марксизма. Политическая теория марксизма, опирающаяся на объективные законы общественного развития, охватывающие вопросы классовой борьбы, определяющие пути и средства простроения коммунистического общества. Это все замечательно. Можно также говорить, что политическая экономия – одна из трех основных частей моментов марксизма. Диалектический материализм – одна из трех основных частей моментов марксизма. Вот такие определения можно давать. При этом, что такое научный социализм, чем он отличается от других типов социализма, у вас не указано. Оценка удовлетворительна. Гавриков Михаил Николаевич. Явление и сущность, действительность. Сущность с формой и содержанием выступает как явление. А то, что сохраняется в явлении – это закон. Что сохраняется в явлении? Непонятно. Закон – это спокойное объявление. Потом у вас написано. Только законы спокойно в явлении – и, а не в явлении – е. Вот это правильно как раз. Происхождение государства, сущность государства, форма государственного устройства. Государство произошло в результате разделения труда в первобытно-общинном коммунизме. Вот здесь я не уверен, что в результате разделения труда произошло государство. Оно произошло в тот момент, когда появились классы. А классы появились в тот момент, когда человек смог произвести больше, чем он сам потребляет. Вот в этот момент произошло разделение общества на классы. И они в результате разделения труда. И не только, что он больше, чем сам потребляет. Нужно, чтобы, по крайней мере, еще на одного человека больше хватило жизненных средств. Почему? А иначе… Если вы производите чуть больше, я могу у вас это чуть больше забирать. Может, мне не хватит, а нет. Не умрете. Я таких троих вас соберу, и вы втроем сможете мне наскрести. Хорошо, я согласен, да. Выкрутились. Так, для решения… Злобные вы рабовладелец были. Да. Для решения противоречий между классами было организовано государство. Кем было организовано? То есть, как бы, вот у нас есть противоречие между двумя классами, мы собрались и организовали государство. Нет. Государство – это аппарат насилия господствующего класса. То есть, господствующий класс взял и организовал этот аппарат, а не просто было кем-то организовано. Не третья сила какая-то пришла и организовала этот аппарат. Оценка хорошо. Нехнаев Александр Сергеевич, город Ярославль. Закон спокойное в явлении. Одно отрицает другое. Закон отрицает подвижность, отклонение от спокойного. Явление наоборот отрицает спокойная однозначность, а не пара. Я не понимаю, что вы здесь хотите сказать, почему закон отрицает подвижность. В каком смысле? Вместо того, чтобы сказать, что закон отрицает явление, а явление отрицает закон. Да, это можно сказать. А это какие-то конкретности странные. Да, подвижность, спокойствие, однозначность. Действительный человек идет в соответствии со своей общественной сущностью. Куда он идет-то? Он действует в соответствии со своей общественной сущностью. Если он соответствует общественной сущности своей, тогда он является действительным. Советы основаны на трудовых коллективах производственных предприятий. Главной избирательной единицей является завод «Фабрика». Основной избирательной единицей является завод «Фабрика». Оценка отлично. Остальное мне понравилось, что вы указали. Бекеров Руслан Кадимович. Государство появляется как выразитель интересов экономически господствующего класса. То есть какая-то третья сила, государство это, оно как бы появляется как выразитель интересов господствующего класса. Господствующий класс сам создает государство, это его аппарат. Оно само не появляется, это государство. Сейчас как бы оно отдает рекламу и предлагает господствующему классу воспользоваться. Да, да. Как сейчас это делается? Так понимается, видимо. С установлением без класса общества государство отмирает. Ну вот опять та же история, что как только мы построили социализм, сразу же, видимо, государство и отмирает. Оно начинает отмирать засыпать, но оно не отмирает сразу же. Оно отмирает только при полном. Отмирает и отмирает, и никак не может отмирить. Вот оценка хорошо за это, он я только смог поставить. Такие утверждения. Харин Вадим Васильевич. Сущность это снятое бытие или истинность бытия? Истина бытия. Раз мы находимся в сфере сущности, значит мы должны отрицать существенное, отрицанием существенного это несущественное. Нет, не получается отрицать существенное и несущественное. Существенное и несущественное появляются тогда, когда у вас есть бытие, отрицанием которого является сущность, и они и то, и другое бытие. И вот когда как третье, как вы внешне их созерцаете, как у вас получается бытие и сущность рядом находящиеся, это существенное и несущественное. Существенное – это существенное, а бытие – это несущественное. Вот и все. Пока там никто никого не отрицает. Вы просто их разглядываете вот так, как с внешней стороны. А про видимость – так. Видимость – это отрицание бытия или бытие, взятое с отрицанием. Причем отрицание идет сразу. Куда сразу оно идет? Это не отрицание бытия, а видимость – отрицание сущности, самой сущности. Отрицанием бытия является сущность, они просто видим. Как уже было указано ранее, капиталистическое производство возникло из товарного производства. Товарное производство возникло, когда появились товары. Товар – это предмет. Полезная вещь и полезность этой вещи делают ее потребительной стоимостью. Это неправильно. То есть, конечно, товар – это вещь. Но если вы даете определение товару, то товар – это не просто вещь, а продукт, предназначенный для обмена. Любой предмет, просто предмет товаром не является. Но это только одна сторона товара. А другая сторона товара – это то, что один товар можно обменять на другой товар. Не можно, а он произведен для обмена. А не можно. Если я производил не для обмена, если я огурцы закатывал в банку для того, чтобы их кушать самому долгими зимними вечерами, то это не товар. Но продать его можно. Таким образом, мы пришли к одному из основных экономических понятий в капиталистическом производстве – стоимости. Количество стоимости измеряется количеством этого труда. Величина стоимости, а не количество стоимости. Нет такой категории количества стоимости. А количеством какого-то устраненного труда при средних условиях производства, при среднем уровне… В общем, непонятно, то ли вы запятую забыли, то ли вы… Вообще, если необходимые затраты труда забыли. Да. В общем, теперь видно, что при обмене один товар на другой, а таких обменов имеется множество, общая у всех этих явлений – это стоимость. Ничего тут непонятного. Что мы увидели? Как мы стоимость различили? Непонятно. Оценка – хорошо. Степанов Денис Романович. Да, противоречие – это когда? Одна сторона – это когда? Весной, зимой, осенью или летом. Но в целом я поставил оценку «отлично». Савелий Владимирович Макаров. Собственность – это отношение к объективным средствам производства, как к своим, правильно? К условиям производства. Да, к отношению к объективным условиям производства, как к своим, да. А не средствам производства. Товар – продукт, произведенный для продажи. Неверно. Продажи – это более сложная категория. Вам нужно знать, что такое деньги. Что это там всеобщий товар-эквивалент, чтобы говорить о продаже. А товар – это просто продукт, произведенный для обмена. Партия «Онгард-класса». Советы – проблема отмирания государства. И вот вы пишете. Ну, вроде бы, видно, что вы пытались тут процитировать Владимира Ильича, но у вас получилось как-то неказисто. «Диктатура пролетариата – это устойчивое латинское выражение, которое означает, что только класс городских, фабрично-заводских рабочих может вполне управлять рабочим государством, вплоть до полного уничтожения классовых различий». Но если вы начали пытаться цитировать Владимира Ильича, то надо было прямо писать, что «диктатура пролетариата». Это научная, латинская, историко-философская категория, означающая вот что. И так далее по цитате, которую у Владимира Ильича нужно найти в работе «Великий подчин». Оценка «хорошо». Шишков, Олег Николаевич. Вот Олег Николаевич все тут правильно отвечает. Но когда он называет основные виды социалистических учений, у него получается первое – реакционный социализм, феодальный социализм, мелкобуржуазный социализм, немецкий. Второе – консервативный или буржуазный социализм. Третье – критический и утопический социализм и коммунизм. Вы считаете, что консервативный или буржуазный социализм к реакционным социализмам не относится? Относится. Вот, а письки социализм к реакционным социализмам нельзя отнести. Это правда. Ну а где у вас-то основной социализм, который мы тут изучаем, научный социализм? Вы его забыли. Его у вас нет. Оценка «хорошо» из-за этого. Снегирев, Сергей Васильевич, город Пролетарск. Стоимость, определенное количество общественно необходимого труда, затраченного на производство товара, вещественного, воплощенного в этом товаре. Это вы определяете не стоимость, а величину стоимости, когда вы говорите про количество. Товар, любой продукт, вещь, который можно купить или продать. Мы об этом уже говорили. Предназначен для обмена. А купля-продажа – это более сложная категория, связанная с деньгами. Так, форма стоимости эволюционирует исторически от простой до денежной. Капиталистический способ производства – получение максимальной прибыли при максимальной эксплуатации рабочих. Что это такое? Это определение капиталистического способа производства вы даете такое? Или что вы имеете здесь в виду? Максимализм. Что такое научный социализм? Главное в научном социализме состоит не в том, как распределять, а в том, как производить. Какое отношение это имеет к научному социализму – непонятно. Оценка удовлетворительна. Марк Ченков, Денис Александрович. Государство пришло на смену родовой организации общества, как учреждение, ограждающее приобретенные богатства отдельных лиц от коммунистических традиций родового строя, заканивающее право имущего класса на эксплуатацию неимущего. То есть, опять получается, что этот класс имущий страдал, и вот только на помощь ему пришло государство. Где-то прилетело с Марса и пришло на помощь этому страдающему классу. С Маркса привезел из будущего. И, наконец-то, оградило его и приобретенные богатства от вот этих вот эксплуатируемых. Опять, что государство – это как будто бы некая третья сила. Сущность государства состоит в угнетении одного класса другим, в удержании, в повиновении одному классу прочие подчиненные классы. Так каким классом-то? Один класс господствует, а другой класс эксплуатируется. А не просто один класс другим, а потом обратно, этот тем. Есть господствующий класс, и есть класс эксплуатируемый. И сущность государства состоит не в угнетении, а в диктатуре господствующего класса. Оценка? Хорошо. Так, заварено, мы уже проверяли. Оценка отлично. Колчев Феликс Анатольевич. Понимать историю материалистически значит исходить из той истины, что двигатель общественных процессов находится в экономической сфере. Идея может только притормозить развитие производительных сил или ускорить их. Отсюда следует также необходимость деления общества на классы по характеру участия людей в производстве. Что значит отсюда следует? Так общество разделено объективно на классы, или следует, что нам нужно его делить на классы? Зачем нужно государственное регулирование экономики? Здесь вы вообще практически ничего не ответили на вопрос. Вы считаете, что государственное регулирование экономики нужно только для нивелирования хаотичных действий индивидуумов в хозяйственных и финансовых сферах? Ну и что ж, а почему эти хаотичные действия индивидуумов плохи в хозяйственных и финансовых сферах? Происхождение государства. Сущность государства в подавлении одного класса другим. Вот опять, какой-то один класс подавляет другой класс, а потом наоборот, по всей видимости. Но если в классовом обществе господствующий класс заинтересован в сохранении противоположного класса, то социалистическое государство направлено на полное искоренение класса эксплуататоров, на уничтожение буржуазности. Что такое буржуазность? Так как социализм – это уничтожение, деление общества на классы, то социалистическое государство выбивается из данного перечня, являясь полугосударством. Это не уничтожение, деление общества на классы, а уничтожение классов. Не деление уничтожается, а сами классы уничтожаются. Оценка удовлетворительна. Дмитрий Александрович Исакович. Город Могилев, Беларусь. Оценка отлично. Черкашина Надежда Юрьевна. Вот вы пишете, отвечаете на вопрос о определении понятий, говорите про понятия, а про определение вы совсем забыли. Поэтому получаете оценку хорошо. ЦАНДО Максим Михайлович. Под капиталистическим способом производства следует понимать произведенные материальные блага, основанные на частной собственности, на средства производства, использовании труда наемных рабочих. Частное присвоение прибавочной стоимости. Это рассуждение о капиталистическом способе производства, к его определению отношений не имеющие никакого. Советы образуются на базе крупного производства, профсоюзной борьбы, классовой солидатности рабочих в борьбе за свои права. Депутаты избираются по производственному принципу, а у избирателей есть право отозвать депутата при необходимости. Но определение советов надо было дать. Оценка хорошо. И борьбу за свои интересы, и подменять борьбу за свои права. Какие права? Какие вам дали? За буржуазные, конечно. Разумовский, Иван Михайлович. Определение понятия. Вот товарищ начинает ответ. Это качество, которое есть в себе в простом нечто. Точка. Сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Все испорчено. Да, тут вы ничего содержательного не сказали. Понятие – это снятая сущность. Сущность – это снятое бытие. Снятие – это отрицание с удержанием содержания. Поэтому понятие – это отрицание, отрицание бытия. Имея два отрицания, у нас получается восстановление бытия. Ну и что? Ну получается. Такая просвечивает сущность все-таки в понятии как бытие или нет? Дайте определение капиталистического производства. Так, товарищ пишет. Стоимость – в товаре воплощен человеческий труд. Ну хорошо. Труд измеряется в рабочих часах. Величина стоимости может быть измерена в часах, а не труд. Происхождение государства. Государство происходит вместе с дроблением общества на классы. Класс-базис, запятая, бытие. Что вы хотели тут сказать? Непонятно. Класс-базис, а потом и бытие. Удовлетворительно. Быковский Руслан Владимирович. Оценка отлично. Бранте Даниэль Эдуардовна. Сущность – это внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех его многообразных свойств и отношений. Явление, то или иное обнаружение предмета, внешней формы его существования. Познание категории выступают как ступени постижения предмета. В общем, вот здесь, по всей видимости, вы подсмотрели в какой-то плохой словарь. Есть у меня подозрение такое. Капиталистический способ производства материальных благ, основанный на частной собственности на средства производства и эксплуатации наемного труда, который определяет развитие капиталистов общества, характер его общества, строя. Непонятно, что вы тут хотели нам донести. Что такое научный социализм? Научный социализм – в марксизме научное обществоведение и научная теория преобразования общества. Вот, оказывается, что такое. Научный социализм является теорией социальной революции, а марксизм, как политическое явление, тождественен понятию «научный социализм». Вот как, дорогие товарищи. Мы тут рассказываем, что научный социализм – это один из моментов марксизма. А нам тут, товарищ Даниэль Эдуард, он рассказывает о тождественности марксизма и научного социализма. Это тоже история отличного. Она выкрутится, я думаю. Научный социализм изучает общество на основе материалистического понимания. Диалектического развития истории человечества. Основоположниками научного социализма являются К. Маркс и Эф. Энгельс. По их мнению, взгляды на новое устройство общества, которые высказывались до них, носили ненаучный характер. Интересно, по какому мнению? То есть, они, Маркс и Энгельс, считали, что все, что было до них, было ненаучным. А вот они-то как раз сейчас занялись наукой. Нигде вы этого у Маркса и Энгельса не найдете. Они действительно критикуют теории, которые были до них, но что они носят ненаучный характер, в каком смысле – непонятно. Оценка удовлетворительна. Ордуханян Борис Александрович. Три вопроса отвечено. Оценка отличная. Все на этом? Так. Не все. Расскажите о втором отделении, как на нем проводится обучение. Спрашивают просто очень много и не очень понимают. Что-что? О втором отделении просто. О втором отделении, как на нем проводится обучение. Я сейчас об этом скажу. Да. Значит, ну, во-первых, я от имени всего коллектива преподавателей, я от ректората, лице ректора и ректора Красного университета. Хочу поздравить всех, кто успешно сдал экзамены и тем самым завершил обучение на первом отделении Красного университета. Ну, вот те замечания, которые мы давали, они говорят о том, что каждому слушателю, почти каждому слушателю первого отделения, получившего положительную оценку, есть над чем работать. Я хочу сказать больше, потому что человек, который, так сказать, проходил всякие разные ступени повышения квалификации, в том числе и защиту кандидатской, как Кирилл Валерьевич, и защиту докторской и так далее. И не бывает такой защиты докторской, когда бы сказали только и кандидатской, сказали бы только положительной и не назвали бы недостатком. Поэтому мы подходили вот с Кириллом Валерьевичем так, как вообще подходят науки. Не бывает таких работ и таких произведений, как правило, в отношении которых, так сказать, можно сказать, что все сделано блестяще и нет никаких оснований для доработки и переработки. Поэтому мы хотим выразить надежду, что товарищи будут продолжать работать в этом направлении. Но не только, значит, выразить надежду, но и подчеркнуть, что у нас есть второе отделение, все товарищи, которые закончили первое отделение. Значит, теперь мы в электронной форме делаем диплом, и диплом в электронной форме будет разослан через систему СДО. Но они продолжают свое существование и пребывание на втором отделении Красного университета. Столько, сколько они считают для себя возможным и необходимым. Слушатели второго отделения могут писать работы, но такие работы, которые нужны не для того, чтобы мы их проверяли и ставили оценки, а такие работы, которые могли бы быть такими работами, которые представляют собой статьи, заметки, критические материалы, монографии, может быть, выступления в сборниках, в том числе в сборниках конференций и так далее. То есть, которые могли бы демонстрировать участие наших слушателей в общественно-политической и идеологической жизни российского общества. При этом хотел бы подчеркнуть, что, как вы знаете, в Конституции у нас нет господствующей идеологии. Поэтому давайте действовать более активно, будем надеяться, что скоро господствующей идеологией будет марксист-бленинизм. Осталось только немножко поработать в этом направлении. Во всяком случае, тут нет препятствий. Никаких особенных препятствий в работе мы не испытываем. И я думаю, что и вы не испытываете препятствий. Препятствия связаны с тем, что это сложный такой, непростой материал. И, конечно, кроме ответов для преподавателей, то есть, как бы учебных работ, нужны работы, на которые будет отвечать, так сказать, публика. Будет отвечать на это, так сказать, и те люди, которые с вами не согласны. Вы должны, так сказать, стараться переубедить тех, кто это не понял, кто этого не знает. Участвуют всячески в полемике, которая ведется, и, прежде всего, в научной печати, и в том числе, и на электронных средствах массовой информации, всякого рода дискуссиях, обсуждениях и так далее. Ну, в этом плане Красный университет будет вам содействовать при обращении в Красный университет тех или иных предуправлений работ, наши преподаватели, и тех тоже, но уже не в такой форме оценки, а в форме того, как, что мы предлагаем сделать и как изменить, для того, чтобы это был хороший материал для публикации. И можем рекомендовать для публикации их на ресурсах, которые есть у каналов и газет, и других материалов Фонда Рабочей Академии. Так что вот на это можно рассчитывать. Теперь я хочу подчеркнуть, что наша работа ведется одновременно двумя организациями, Фондом Рабочей Академии и Ленинградским интернет-телевидением, которые являются учредителями нашего Красного университета. И эта работа идет уже в течение девяти лет. Это девятый выпуск, и можно сказать, что от года от года мы видим, что люди становятся все более и более грамотными, то есть все более и более участвуют в этом деле. И видно, что товарищи обучаются не только за счет того, что они слушают вот здесь лекции и семинары, но они, я думаю, что уже они смотрят и слушают все те материалы, которые и Фонд Рабочей Академии, и Ленинградское интернет-телевидение дают возможность послушать, посмотреть и поучаствовать в этом деле, как уже специалистами. Поэтому мы рассчитываем, что вот все вот эти идеи, которые здесь излагаются, и все перспективы, которые предлагаются, они предполагают борьбу за эти идеи и за эти перспективы. Как известно, прогресс не приходит сам собой, и новое, более высокое общество тоже само собой не приходит. И бороться за него нужно начинать не тогда, когда кто-то его создаст, а бороться за него нужно, как и делали наши предшественники, всегда в рамках того общества, которое есть. И если мы находимся снова в обществе капиталистическом, то нам придется бороться за то, чтобы снова прошла социалистическая революция. Хотя наше положение облегчается тем, что, скажем, самым крупным государством сейчас является социалистический Китай, который находится в переходном периоде от капитализма к социализму. И поэтому у нас такой, у России такой проблемы, как санкции нету, потому что бездонный китайский рынок позволяет все, пускай, поглотить, все, что будет произведено, и все получить. И то, что соответствует требованиям современного технического прогресса. Мы даже знаем, что скоро будет прекращено использование МКС в 2025 году, и уже есть совместные программы с Китайской Народной Республикой по высадке людей на Луну, или другие программы. Это, я думаю, что необходимость такого экономического сотрудничества ощущают очень многие страны. Индия включилась в Шанхайскую Организацию Сотрудничества, потому что она не хочет быть жертвой фашизма американского во внешней политике. Пакистан, можно сказать, такой близкий друг и товарищ Соединенных Союзов Америки, тоже предпочел войти в Шанхайскую Организацию Сотрудничества, потому что никто из таких самостоятельных буржуазных государств не желает быть такой же жертвой, как жертвами стали Игославия, Ирак, Ливия. Ливию просто растоптали, причем цветущую, можно сказать, цветущую буржуазную страну. Поэтому, скажем, быть буржуазной страной, это значит сейчас никаких гарантий свое существование не иметь, даже если у вас вроде как все идет хорошо. Да и вообще надо сказать, что история никаких гарантий не дает, если кто-то прекращает борьбу за прогресс и за развитие, то он, так сказать, скатывается назад. Поэтому это всякого рода разговоры о том, что, я сказать, мы победили полностью и окончательно, что все закончилось, больше не будет и так далее, точно так же, как утверждать, что теперь капитализм победил полностью и окончательно. Такого не бывает в истории. Мы находимся в какой эпохе? Эпохе перехода капитализма к коммунизму. И эпохе диктатуры, пролетарских революций. И, соответственно, с этим надо строить свою деятельность, свою жизнь. Но все начинается, и большие дела, с малых дел. Поэтому все начинается с организации рабочего класса, с того, чтобы рабочий класс имел свою мощную партию. Примером служит деятельность Владимира Ильича Ленина и большевиков. И поэтому в этом направлении нужно работать. Нельзя в этом направлении работать, не имея соответствующих знаний. Поэтому те знания, которые получены в Красном университете, я надеюсь, и я выражаю мнение наших всех товарищей, преподавателей, будут употреблены для того, чтобы борьба рабочего класса и трудящихся привела к тому, чтобы у нас снова возродился социализм. И, так сказать, не успокоились люди при социализме, а пометуя о диалектике и борьбе, и о противоречиях развития социализма, боролись бы против реакционных тенденций при социализме, за прогрессивные. И тогда мы будем надеяться на полный коммунизм. Но если мы тогда перестанем бороться при полном коммунизме, и с полного коммунизма можно вернуться в социализм. А в социализм, как мы знаем, если вы придете, можно вернуться в капитализм. Так что то, о чем мы тут говорим и что изучаем, это наука навсегда. Хочется от имени Красного Университета пожелать успехов в жизни и в борьбе, крепкого здоровья, победы не только над ковидом, но победы над той косностью, над темнотой, над реакционной идеологией, которая у нас, к сожалению, пока господствует. Большое спасибо. До свидания. Поздравляем вас с окончанием первого отделения Красного Университета. Успехов на работе во втором отделении. До свидания, товарищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова